Долгожданный визит в Минск. Премьер Ион Кико участвует в саммите глав правительств стран Евразийского экономического союза, где у нашей страны статус наблюдателя. Чиновник представит высокопоставленным лицам проект индустриализации Молдовы, инициированный президентом Игорем Дадоном, а также обсудит со своими коллегами молдавский экспорт и контракт на получение российского кредита на 200 миллионов евро. Первым интерес к инвестициям в нашу промышленность проявил белорусский премьер. Правительство Кишинева выделило 50 миллионов леев для обеспечения инфраструктурой промышленной площадки в 16 районах страны. Главная цель этих платформ – привлечение местных и иностранных инвестиций для регионального развития. Первым, кто проявил интерес к этому проекту, стал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. У чиновника состоялась двусторонняя встреча с премьер-министром нашей страны Ионом Кику, который принял участие в саммите Евразийского союза в Минске. Головченко заявил, что эти платформы откроют новые возможности для омолдо-белорусского двустороннего сотрудничества. Два премьера говорили также о консолидации и развитии торгово-экономических отношений. Ион Кику выразил заинтересованность нашего правительства в увеличении объемов экспорта молдавской продукции на белорусский рынок, а также в другие страны Евразийского экономического союза. Заявление премьер-министра поддерживает и президент страны Игорь Дадон. Рынок стран ЕС, Евразия, для нас очень важен. Мы туда поставляем большинство наших товаров агропромышленного комплекса. В повестке дня премьера Кику в Минске несколько двусторонних встреч. Одна из них с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в ходе которой обсудят и вопросы о предоставлении кредита в 200 миллионов евро. И раньше, когда я встречался с Путиным несколько недель назад, и на днях я с послом Российской Федерации встречался, подтвердила готовность эти деньги предоставить Молдовы вот в этом непростом периоде, когда экономический кризис, когда пандемия. Кредитное соглашение от Российской Федерации было заблокировано решением Конституционного суда, куда обратились оппозиционные партии. Деньги предназначались на инфраструктурные проекты в нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова